Водолазы МЧС Дагестана 17 мая отмечали день создания службы. Как проводят поисково-спасательные работы на воде и какие наставления дают спасатели отдыхающим перед началом купального сезона, расскажет Лориана Шамхалаева. Дагестанское ПСО, оперативно-движимный Мануилов. Все начинается со звонка на пульт диспетчера службы. Далее сотрудники оперативно выезжают на поиски. Сегодня поступил сигнал о пропаже человека недалеко от пляжа. Группа выехала сначала на патрулирование вдоль берега, однако позже поступает команда выйти на поиски в открытое море. В нашу службу поступил сигнал, что в районе базы Малибу нашли машину без хозяина, без вещей. И руководители наши с главного управления дали указание определить, куда пропал человек. Выехала группа спасателей на место на машине и начали визуальный поиск по берегу сначала. На гидроцикле пойду в сторону базы Малибу и буду проводить визуальный поиск на воде. Предполагаемый утопленник может всплыть за это время, может всплыть и на поверхности находиться воды. Водолазам в мутной воде с разным течением зачастую приходится буквально на ощупь искать людей. Здесь даже те, у кого за плечами десятки лет работы, признаются, что такой труд для специалистов с остальными нервами. Без применения водолазного снаряжения был мной обнаружен человек, буквально поступил сигнал, мы прибыли туда на катере на дежурном. С момента утопления уже где-то прошло минут 30, мы уже понимали, что он уже утонул. И как раз приняли решение о том, чтобы отправить лодку, чтобы привезли водолазное снаряжение, чтобы начать поиски уже под водой. И в это время, пока у нас ходил катер за снаряжением, мы решили с товарищем просто в легком снаряжении произвести поиск. То есть пронырнуть и под водой с открытыми глазами попробовать его на ощупь нащупать. Ну и так и получилось. Мы от берега отплыли. И когда уже в сторону берега я нырнул, и случайность или проведение, я прям уперся в него головой, испугался. Сразу скажу, это такая вещь не очень приятная. Переборол свой страх, потому что понимал, что если я его сейчас не смогу зафиксировать как-то, он потеряется и придется его долго искать. И взял его за руку, вышел на поверхность и приплыл к берегу. Профессия водолаза сложна и опасна. Живого в воде ищут только первые 5-10 минут. А дальше уже, к сожалению, приступают к поискам утопленника. Поэтому к этой работе предъявляются серьезные требования. Помимо профмастерства, спасатели должны быть стрессоустойчивы и физически выносливы. В структуре нашего отряда есть такое подразделение, поисково-спасательное подразделение водолазное. В составе этого подразделения входят на сегодняшний момент у нас 14 сетованных водолазов, которые выполняют задачи, связанные с поиском пропавших людей, утонувших, с подъемом груза тяжелого, ценного, с работами связанной, с подводной сваркой, резкой. То есть очень такие трудоемкие работы выполняют. На сегодняшний момент, чтобы заниматься водолазным делом, у нас определена подготовка водолазов, которая проходит у нас как непосредственно здесь, на территории отряда, так и мы организовываем им специальные водолазные сборы, то есть подготовка к сезону купальному. Сложность водолазных работ заключается в том, что, ну вот, если взять, например, как готовится водолаз к спускам, то есть у него в обеспечении всегда находится один-два человека, которые помогают ему одеваться. То есть водолаз одевается долго. Это кропотливый труд, потому что те костюмы, которые он использует, они предназначены для того, чтобы его оберечь, так сказать, в агрессивной среде. После того, как водолаз одевается в гидрокостюм, ему еще нужно одеть груза для того, чтобы он имел отрицательную плавучесть, чтобы мог спокойно погружаться в воду. И одеть баллон, который будет обеспечивать его жизнедеятельность под водой, потому что нужно ему дышать. Если считать, сколько весит общая его экипировка, она у нас где-то выходит 35 килограмм в среднем. 1 июня в Дагестане открывается купальный сезон. Продлится он до момента, пока будут позволять погодные условия. Водолазы говорят, что в среднем в этот период тонут от полусотни до 60 человек. Именно поэтому просят отдыхающих быть бдительными и напоминают гостям и жителям республики, что вода ошибок не прощает.